Елена Ивановна Уварова уже успела обжить свое новое рабочее место. Но новое оно только в качественном аспекте. В стены родного детского сада женщина вернулась, как и весь коллектив, чуть больше месяца назад. До этого в дошкольном учреждении проходил первый за 40 лет капитальный ремонт. Длился он с 2019 года. И как отмечает воспитатель, трехлетнее ожидание было не напрасным. Подтвердили это и маленькие эксперты. Они зашли все, о, вау, там и стены разукрашены. И что-то все, игрушки какие-то новые, мебель новая. Она все двигается, все куда-то повернуть можно. Им очень нравится. Вот буквально сад как бы новый. И хотелось бы нам, чтобы все было новое. Нам даже самим как бы самим обновиться захотелось, да. Ремонт провели в рамках региональной программы развития образования. Из областной казны на него выделили более 100 миллионов рублей. 19-й детский сад стал пятым учреждением в городе, которое полностью реконструировали. По проекту в здании обновили внутренние коммуникации, освещение, окна, а также провели внешнюю и внутреннюю отделку. Полностью заменили техническое оснащение пищеблока и прачечной. Еще одна гордость для воспитанников «Росинки» – новый бассейн с мембранным покрытием и специальной системой фильтрации. Не забыли и про площадки на улице. А самое главное – про их безопасность. Полностью обновлена территория. Полностью у нас появилось три шикарных спортивных физкультурных площадки. Также теперь на каждой группе свои прогулочные участки, которые оснащены игровым оборудованием. По периметру здания внешнее наблюдение у нас имеется, плюс внутреннее наблюдение. Сейчас в детском саду сформировали 13 групп. В них преподают как общеобразовательные программы, так и адаптированные для детей с нарушениями речи. Еще одна особенность – это группы раннего возраста для воспитанников, которым уже исполнился один год. Такую практику в нескольких саянских дошкольных учреждениях ввели недавно. И спрос на нее, как показывают цифры, есть. В Ясли ходит около 500 малышей. Но на этом останавливаться в городе не планируют. Я убеждаю всех, говорю, опять же, зависит от родителей, что город Саяц будет готов принимать детей с двух месяцев. Это ясная группа, как в Советском Союзе. Я надеюсь, что найдутся желающие, найдутся мамы, которые сдадут ребятишек двухмесячных. И я гарантирую им, что это будет современный уход, что дети будут ухоженные, не брошенные. И во всяком случае, будет не хуже, чем дома, а может быть и лучше. Реализовать такую амбициозную программу собираются в новом садике, который должен открыть свои двери в ближайшие полгода. Между тем, в Саянске готовят документацию для капитальной реконструкции еще двух дошкольных учреждений. Иван Губин, Иван Прокудин. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok